Как автоперекупщики убирают влагу из фар за считанные минуты? Портал Автогляд рассказал об одной из подобных уловок. Каждый опытный перекупщик перед встречей с потенциальным клиентом обязательно выйдет заранее, машину заведет и откроет капот. На блок фар есть слив, который в штатном режиме закрыт резиновым колпачком. Резинку снимут, фары включат, а сверху плотно накинут старую куртку. В темноте светильник очень быстро прогреется и просушит сам себя. Читая до конца, я до последнего надеялся, что перекупщики возьмут фен, но ничего подобного не произошло. Они сняли с себя тунику и просто бросили ее на фару. Слив конденсата очень интересная затея. Где он находится? У фар в доступе, чтобы не снимать бампер. Перекуп хитрожопы и так делать бесплатно он никогда не будет. Увидите повозку, а рядом особо без рубахи. Знаете, он с командой Синдиката. А где у нас тут жук хитрожопы? А вот у нас жук хитрожопы. Motor.ru показал, насколько экран в новом кроссовере Gili больше, чем планшет Tesla. Где-то сейчас заплакал один старенький Exhibit. Китайцы наглядно сравнили экран мультимедийной системы нового кроссовера Gili KX11 с планшетом, который устанавливается в электрокары Tesla. Длину дисплей достигает 100 см, что в два раза больше, чем у Model Y. Нам удалось дозвониться на завод Gili нашему корешу Чуньхуа и предложить протестировать данный планшет нормальным видосиком. И вот, что он нам скинул в ответ. Всегда ли в ДТП виноват тот, кто бьет сзади? Автомобиль въехал другому автомобилю в корму. Кто виноват? Ответ не столь однозначен. Разбирается в тонкостях вопроса автопар. Моя уже теперь любимая российская газета рассказывает некоторые тонкости и примеры по этому виду ДТП. К примеру, пункт 9.10 перестает работать в пользу водителя, двигавшийся впереди, когда тот предпринимает экстренное торможение, не требующее для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Тут речь идет об учителях на дороге, все в курсе про этот момент. Еще один пример. Вы двигались по главной дороге, а другое транспортное средство резко выскакивает перед вами. Съезжая со второстепенной дороги, вы предпринимаете экстренное торможение, но догоняете вклинившееся перед вами авто. И часто встречающая ситуация с так называемыми множественными столкновениями, когда сразу несколько автомобилей догоняют друг друга, в простонародье паровозик. И много еще каких примеров привел автопарк. И во всех случаях нужен видеорегистратор, ну в принципе как всегда. Ну вот есть одна ситуация очень спорная. У меня был в моей жизни штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора. Нет, это был не красный сигнал, а желтый. Желтый является тоже запрещающим. И получил я тогда очень хороший штраф. Я пытался оправдаться и объяснить, что я не мог остановиться, не прибегая к экстренному торможению. Короче, штраф и никого не волнует. А теперь послушайте еще один пример, который привел автопарк от российской газеты. Водитель резко бьет по тормозам перед перекрестком, подъезжая к нему, скажем, на мигающий желтый. В случае возникновения ДТП, виновником с большей степенью вероятности будет признан именно затормозивший перед светофором. Поскольку своими нелогичными и опасными действиями он создал аварийную ситуацию. Впрочем, случается, что при такого рода ДТП виновниками могут признать обоих водителей. Например, если тот, кто ехал сзади, не соблюдал дистанцию и скоростной режим. В принципе, логично. В принципе, многие из вас согласны. По рассказам российской газеты можно предположить, что если бы я остановился на мигающей и в меня бы врезались, то я был бы неправ. А теперь все затаили дыхание и отмотаем время на два года назад. Ну и что вы думаете? Были у меня какие-то варианты? Были ли у меня какие-то шансы? Или не было записи видеорегистратора? Все было, все есть. И это видели ГИБДД. И как вы думаете, кто остался крайним? Это пранк! Это пранк! Паркетник Toyota Corolla Cross расширяет географию продаж. Представляя прошлым летом модель Corolla Cross, в компании Toyota пообещали вывезти ее на множество рынков по всему миру. До сих пор эти паркетники продавали только в Таиланде. Но случилось первое значимое расширение этого списка. Автомобили Toyota Corolla Cross начали выпускать в Бразилии. И уже скоро они появятся на дорогах Южной Америки. Не нужно приделывать ко всем автомобилям слово кросс. Сегодня это Corolla Cross, завтра это Camry FL. А в понедельник Land Cruiser Urban. Кстати, у Toyota есть реально Land Cruiser Urban, только он называется Toyota Urban Cruiser. Напишите на кого похож. Ну вы даете, ребята. А теперь у нас интересный опросик, который опубликовал у себя в журнале Портал Автору. Можете ли вы повернуть направо? Вы в городе, с широкими улицами и интенсивным движением. И есть перекресток, на котором надо повернуть направо. Можно ли повернуть из нашего ряда или нет? Внимательно посмотрите на картинку. А если нужно, поставьте на паузу. Давайте выбираем правильный ответ. Итак, если кто-то выбрал можно, то правильный ответ нельзя. Знак 5.15.1. Направление движения по полосам, как и разметка на дороге, разрешает вам поворот направо из среднего ряда. Однако в данном случае такой маневр может помешать автобусу, движущемуся справа. Ведь тот может поехать прямо, потому что маршрутным транспортным средством разрешается отступать от требований, предписывающих знаков. И тогда преимущество проезда будет на стороне автобуса. Пункт 8.4 обязывает пропускать тех, кто едет попутно, без изменения направления движения. А вы можете создавать ему помеху, что будет считаться нарушением правил дорожного движения. Поэтому поворачивать перед ним нельзя. Лучше дождитесь, пока он завершит маневр. Ой, пожалуйста, ну и не нужно. Штрафов станет больше. Российские камеры научат распознавать новые нарушения. На сегодняшний день умные камеры могут определить. Не пристегнутый ремень у пассажиров. Перевозка детей без автокресла. Опасное вождение. Отсутствие полиса ОСАГО. Езда без техосмотра. Неработающие фары. Тип кузова и модель автомобиля. Мусор и даже скандалы. В поле моего зрения это уже не первый случай, когда СОД применяет технологии нейросетей. Уже была информация, что камеры будут видеть водителей, разговаривающих по телефону, а также тех, кто курит сигаретки там всячески. Через пару лет водитель должен будет моргать один раз в минуту. Иначе он нарушит безукоризненную безопасность на дороге. А может пора научить камеры распознавать ямы на дорогах? А может пора научить камеры класть асфальт больше, чем на год? Умники, которые все это делают, сделайте уже что-нибудь наконец-то для людей. Но на самом деле, россияне виноваты сами. Вспомните, что водители показывают, проезжая мимо камер. А они показывают непристойные знаки внимания типа этих. Вот они и обиделись. В ямах на дорогах виноваты иномарки. Россиянин отсудил более 200 тысяч рублей за скрученный пробег у купленного Рено. Житель Череповца отсудил у дилерского центра более 200 тысяч рублей. Поводом для иска стал скрученный пробег поддержанного автомобиля, который приобрел. Россиянин выяснил, что цифра была занижена вдвое. Автолюбитель купил Рено Дастер с заявленным пробегом в 45 тысяч километров. После самостоятельного подключения к компьютеру, кроссовера он обнаружил, что реальная цифра не соответствует данным одометра. В действительности машина прошла 96 тысяч километров. Есть! Вот же оно! Правосудие! А то развелось автосалонов! Это Россия! В США поймали банду, которая украла катализаторов на 750 тысяч долларов. Полиция США сообщила о поимке банды похитителей каталитических нейтрализаторов. Преступники орудовали в Калифорнии и украли как минимум 250 дорогостоящих деталей. Ущерб оценили в 750 тысяч долларов. На наши деньги это почти 55 миллионов рублей. У меня есть даже видео, как это происходит. Многие могут подумать, что нас это не касается. Это у них там у Америкоса в своем пендостане промышляют такими черномазыми делишками. Так вот вам еще один видос. Спиздили. Глушитель. А вот еще один. Помните я вам говорил, не продавай свой катализатор. Теперь говорю продавай, пока его не спиздили. Ну по весу примерно так. Но деньги любят все. А теперь кроме шуток распространите эту новость между своими друзьями и знакомыми. Потому что у нас ни Америка и ни Франция и подобных делюганов искать никто не будет. А пострадает как обычно простой народ. Не нужно лениться. Просто сделайте репост себе на стену. Тем самым ваши близкие будут уведомлены о новых проделках мошенников. Вы смотрели правильные новости. Будьте в курсе последних событий в автомобильном мире. И не только. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok